МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые пенсионеры, язык не поворачивается. Да, так и есть. Так и есть. Но Спартакеада проходит уже в десятый раз. А изначально кто ее придумал? Для чего? То есть сами пенсионеры наверняка решили доказать, что еще на многое способны. Союз пенсионеров ее и придумал. И, в принципе, рождение состоялось 10 лет назад. Сегодня юбилейная, Спартакеада приближается. Это очень интересное, зрелищное мероприятие, в котором люди интересного, красивого возраста готовы показать свои способности. Есть опыт, есть желание к участию, есть желание быть занятыми. И это главная у нас сегодня тема. Занятость старшего поколения. И президент Российской Федерации Владимир Владимирович придает этому очень большое значение. Есть документ на этот счет. Занятость старшего поколения. Так вот мы, прежде чем этот рожден был документ, уже сами обеспечили себе занятость, обеспечили себе прибавку в здоровье, потому что это еще и оздоровление старшего поколения, но еще и снятие напряженности в обществе вообще, потому что люди позитивно к этому очень относятся. И она у нас увеличивается по количеству участников ежегодно. Не помните первую Спартакеаду? Вот сегодня 4 тысячи участников в отборе было, да? В первой Спартакеаде порядка 400 по краю. И количество участников было около сотни. Но это было так важно, потому что для Алтайского края, потому что Россия вступила гораздо позже в участие в этом проекте. И в России в этом году, в 19-м, пройдет только 6-я Спартакеада Российской Федерации. Расскажите, как проходил отбор участников? От из 4 тысяч до финала добралось только... Нет, это у нас 200 человек, это у нас такое положение. Нам больше не нужно, мы не справимся, нужно всех прокормить, их нужно всех где-то разместить. И потом найти все спортивные сооружения, это тоже не так просто. На безвозмездной основе мы стараемся, потому что пенсионеры такая категория. И вот в этом плане мы бежали впереди планеты всей, потому что Любовь Федоровна сказала, спустя только 4 года все российские Спартакеады стали. А потом вот этот документ Владимира Владимировича Путина, что к 2024 году должны 55% всех жителей России регулярно заниматься спортом. А вот мы резерв увидели в старшем поколении. Дети, они ходят на физкультуру, студенты тоже занимаются, как бы озадачены своим здоровьем. И именно резерв нам помогут этот процент показать люди старшего возраста. Когда они ходят самостоятельно с палочками, плавают в бассейне, катаются на лыжах, они не посчитаны. А вот теперь мы их как бы сюда всех организовали, всех объединили. И вот такие виды спорта предложили. И надо сказать, что в российском положении есть виды спорта, которые вот такие и такие, а мы себе еще берем еще шире немножко круг. Мы берем те виды спорта, которые интересны для наших инсионеров. Так, ну давайте тогда, раз уж перешли к этому вопросу, какие испытания предстоит преодолеть? По нескольким видам соревнований. Это созвучно российскому положению, потому что мы затем команду сформируем, отбор идет жесткий. И по территориям, по всем, по местностям Алтайского края, по округам прошли оборочные. То есть извините, да, изначально они на местах уже, да, подобные соревнования определили. Участвовали, которые Россия нам диктует в положении российском. Это настольный теннис, легкая атлетика, это дартс, это стрельба, это плавание, это... Волейбол. Волейбол. И, значит, у нас еще и комбинированная эстафета в Алтайском крае проходит. И вот из этих участников, которые в Краевой, в региональной участвовать в Спартакеаде, будут отобраны лучшие. Но Россия поставила условие, что каждый из участников практически участвует в двух видах обязательно. Поэтому команда комплектуется очень в жестком таком режиме. Мы подбираем возможность, по возможностям людей, и, конечно, занявших первые места из этой категории, будут выбраны участники, но вместе с тем, которые смогут участвовать в двух видах. Мы постоянные участники российской Спартакеады. И в этом году она пройдет в Башкортостане, в городе Уфа, в августе, с 24 по 27 августа. И при поддержке Министерства спорта мы имеем возможность присутствовать на этой Спартакеаде. Алтайский край ждут. Мы достаточно успешные, но не вышли на призовые места. Из 85 мы на 17 месте в России. Из 85 региональных команд мы на 17 месте. Кроме того, наши теннисисты, вот мужчина, занял у нас четвертое место. Это российское, хорошее место. Шаги в пендестала. Сартаков Александр. А вы же наверняка следите, как они там тренируются сейчас, команды-то, участники серьезно относятся вот к этому? Очень, очень серьезно. Вы знаете, что у нас активно по стране шагает комплекс ГТО? Вот у нас уже 30 тысяч человек с момента его внедрения получили знаки отличия разных степеней. И на нашей Спартакеаде тоже участникам предлагается сдать нормативы ГТО. И та команда, которая более всех активна, в которой все участвуют в сдаче норматив, им еще дополнительные очки на нашей Спартакеаде присуждаются. А возрастные ограничения какие-то есть? Мне вот интересно, может быть 90-летнего дедушку уже не возьмете? Нет, возрастных ограничений у нас нет. Нет, это приветствуется. Более того, они по особой категории оцениваются уже, и к ним требования несколько другие. От 55 лет и до бесконечности. Да, 70-летних у нас обязательно Российская Федерация требует, Российский Союз Пенсионеров требует, чтобы обязательно участвовали люди старшего поколения. И если у нас 2 возрастных человека после 70 лет, то нам могут прибавить 10 очков. Если у нас не будет, то нас могут снять 10 очков. А хватит ли одного дня? Вот столько соревнований вы перечислили. Мне кажется, в 2 дня будет проходить спартакеада. И вот если изначально мы задумывали, чтобы наши люди интересного возраста активно общались, рассказывали там, делились рецептами кулинарными, какими-то дачными секретами, рассказывали о своих внуках и параллельно показывали результаты какие-то, то теперь уже все, общение это уходит на второй план. Сейчас у нас очень активно надо показать результат. А не так нацелены на какой-то вот, обязательно позитивно, но результат. Конкуренция тоже наверняка присутствует, да? Там уже здоровая. Здоровая конкуренция. Они подсчитывают очки, ведут свои таблицы, следят, это прям даже интересно. А кто будет контролировать результаты? Судьи? Кто? Судьи у нас самого высокого уровня, потому что с этой категорией людей просто так вот начинающего судью поставить нельзя. Потому что вот эти разные спорные моменты, и нужно обязательно, чтобы судья компетентный с ними был. У нас судьи все республиканской или первой категории судейской. Ну оценивать они как? Их будут с какими-то поблажками? Нет никаких поблажек. Нет, 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 по результатам, по времени, по количеству попаданий и так далее. Мы очень благодарны. Единственное, воеволю мы играем не до 25, а до 15 очков. Это вот единственное дело, но это тоже разрешается правилами соревнований, так что нигде никаких поблажек. Слушайте, я знаю, что вы-то не собираетесь участвовать в стартах, вы оргкомитет, если можно так выразиться. Но вот когда смотрите на участников, есть желание бросить все и с ними бежать? Нет, у меня спорта было очень много в жизни. Ну, в общем, понятно, да, хватило, наелось в молодости спортом. Бежать бы желание было, если бы не быть руководителем, нелегко дается подготовка, организация, потому что разные моменты присутствуют. Это обеспечение и по доставке, и по питанию, и по проживанию. А проживание тоже вы проводите, да? И судейская, конечно, и судейская коллегия. И все моменты, которые мы должны еще им культурпрограмму организовать у нас два вечера. Откуда едут ребята? Ребята. Едут со всех зональных округов. И из Бийской зоны, и из Славгородской зоны, и Камень-Наби, и Олейский округ. Поэтому какая-то культурная программа действительно нужна. И 46 у нас местных отделений, но участвуют не только там, где местные отделения есть, а еще и в поселениях есть малые местные отделения. Большой Колтай, такую красивую и зрелищную провели Спартакиаду. Формы у всех обязательно присутствуют, стараются уже найти возможность, выход, решение принятия на уровневых таких, скажем, инстанциях, чтобы в форме быть. И это действительно задор. Село-то, Большой Колтай, всего 100 жителей, но союз пенсионеров, местное отделение есть, и они работают. И это не забава, это уже сегодня стало нормой общения, нормой своего выражения, своего состояния душевного и более того и физического, в том числе демонстрация. И они с радостью участвуют в том, и мы за них горды. Ага, ну вы уже коротко, по-моему, сказали еще раз, что станет итогом? Правильно я понимаю, какая-то будет сборная сформирована? По итогам Спартакиады 10-й будет сформирована команда на российскую Спартакиаду. И в августе мы должны при поддержке министерства по спорту сформированную команду отправить. Четыре мужчины, четыре женщины. На подобные, вот уже российские соревнования. На подобные российские, да. Как вы думаете, шансы у нас каковы? Мы надеемся на лучшее, но, знаете, судьба, да, по-своему распоряжается. Здоровье все-таки у всех по согласному возрасту. Некоторые, конечно, и лучшие себя чувствуют, занимаясь физическим именно спортом. Но количество нашего союза созвучно проведенным мероприятием и осведомленности территорий о том, как это проходит, потому что и средства массовой информации работают в этом плане, мы прирастаем ежегодно по количеству своему, по списочному составу. И мы в 2016 году были еще 13 тысячами, сегодня мы насчитываем 21 тысячу наших членов союза пенсионеров, которые себя выражают и в творчестве, и в спорте. В общем, я поняла, что очень активные пенсионеры. Вот эту массовость там обязательно, российский союз пенсионеров, он ее обязательно увеличивает. У нас, например, есть условия, что кандидат в мастера спорта, а выше нельзя участвовать. Я, например, могу быть мастером спорта, скажем, по легкой атлетике, но тогда я могу плыть, стрелять, настольный теннис играть, но только нелегкая атлетика. И еще одно условие тоже интересное, которое вот на охват работает. Если человек дважды был участником всероссийской спартакеады, то на третий год он уже не имеет права туда ехать. Должны быть все новые, новые люди, мы должны перерастать в новые союзы. Да, мы у нас полторы минуты до окончания эфира. Мы с вами ни разу не сказали, где можно посмотреть за столь зажигательным мероприятием, поболеть, в общем-то. В парке Алексея Смертина мы 19-го принимаем приезжающих, встречаем, размещаем, регистрируем. 20-го на сколько стартуем? 20-го в 10-е у нас открытие, там же на стадионе. Вход свободный. Вход свободный мы приглашаем, пожалуйста. Так, поболеть можно прийти. Поболеть прийти. Финальный вопрос, пользуясь случаем. Как себя чувствует Сергей? Уж извините, я понимаю, что как бы может быть тема болезненная. Тема болезненная вообще не только в нашей стране, но во всем мире за него переживают, болеют и всякую помощь ему оказывают, какую только возможно. Готовится, мы надеемся на лучшее. Ну дай бог. Да. Спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. Ну а я напомню, что сегодня у нас в гостях Любовь Елисеева, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России по Алтайскому краю» и Наталья Шубенкова, начальника отдела подготовки спортивного резерва и развития студенческого спорта Министерства спорта Алтайского края.